Результаты выборов прокомментировал Санал Баваев, председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. По одномандатному избирательному округу он набрал 4,86% голосов. Около 2,5% получили пенсионеры по федеральному партийному списку. Несмотря на то, что партия не попала в Госдуму, ее представители прошли в 17 региональных парламентов по стране. Настрой боевой, отметил Санал Баваев, партия намерена бросить все силы на предстоящие выборы в Калмыцкий парламент, которые состоятся в сентябре 2023 года. В целом мы считаем, что мы сами провели эти выборы достаточно плотно, достаточно энергично, достаточно грамотно. Активность, конечно, была. За пенсионеров, конечно, проголосовали. Считаю, если сравнить все, конечно, неплохо. Мы заняли 5 место как в одномандатном соревновании, скажем, и также 5 место в партии. Мы узнали, какая сила за нами стоит, кто за нами стоит. Мы будем идти дальше. Народных Урал, естественно, на этом останавливаться не будем. У нас свои планы, есть оптимизм у людей. А там, как говорится, посмотрим, и времени будет у нас полтора года есть. Имеется поработать с людьми и пообщаться, пропагандировать наши идеи. Петр Вышкворок, представляющий партию ЛДПР, считает, что выборы были прозрачными и легитимными. За него, как за кандидатов в депутаты, проголосовало 3 335 человек или 3,4% избирателей. В целом, если говорить о предвыборной кампании, которая проходила у нас в республике, я считаю, что эксцессов не было таких сильных, не было грязи такой, как раньше было, не замечено. Что касается нас, кандидатов, мы относились с уважением к друг другу, тоже не было никакой грязи. В целом, предвыборная кампания прошла, я думаю, что хорошо, в республике Калмыкия. Понятно, может быть, не устраивает результаты, но все-таки это выборы. И тут бывают и падения, и взлеты. Мы как бы это все понимаем, потому что политика – это дело тонкое, вы сами знаете. И, в принципе, это уже, можно сказать, что профессия отдельная, которая у нас в Российской Федерации политик, можно так назвать. Поэтому будем стараться. Впереди у нас еще выборы в парламент нашей республики. Я считаю, что здесь мы будем готовиться, подготавливаться. Партии ЛДПР в парламенте еще не было. Поэтому мы хотим на выборы в парламент республики подготовиться очень хорошо, поработать с нашими избирателями и войти в наш парламент с фракцией. Участие гражданской платформы в выборах в Госдуму оценил также Ихон Гармарилов, который выдвигался от партии по одномандатному избирательному округу. Отмечу, за него свои голоса отдали 2028 человек. Хотел поздравить нашего лидера гражданской платформы, Рифата Шайхудинова, с избранием в Госдуму. Также я хочу поздравить Бадму Николаевича Башанкаева и Сангаджи Андреевича Тарбаева. Это наш земляк, которые также будут представлены в Госдуме. Если говорить о процессе, который у нас был в течение этого месяца, я думаю, что все участники процесса, может кто-то недоволен, кто-то им удовлетворен полностью. Результаты нашей партии, наша партия была представлена в Народном хурале. Если кто-то забыл, я напоминаю об этом, что и в Народном хурале, и в Елисинском городском собрании были хорошие истории у нашей партии. Поэтому, я думаю, мы в ближайшее будущее будем наращивать и возвращать те позиции, которые были у нашей партии. Оценивать эту предвыборную кампанию нашей партии, ну, есть моменты, над которыми нам нужно работать, и мы будем над ними работать. И в рамках встречи с журналистами Хонгар Марилов ответил на вопросы блогеров, которые в течение трех дней выборов работали в качестве наблюдателей. Продолжение следует...